МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друзья, приветствуем вас в программе «Три сложных вопроса». У нас в гостях человек, который по-настоящему живёт в сверхъестественном. Я уверена, что это особенное общение, особенная встреча внесёт что-то новое в вашу жизнь, новое. Новое о том мире, в котором мы живём, новое о том предназначении, которое есть у каждого из нас. У нас в гостях служитель, международный евангелист, пастырь. И самое главное, прекрасный человек, счастливый муж, отец троих детей и, может быть, ещё и больше будет деток. С нами сегодня Джошуа Альварес. Он очень молод, но в его жизни уже столько всего произошло, потому что когда-то он сделал правильный шаг навстречу тому, кто его создал. Может, и вы сделаете такой же шаг. Я хотела задать вам сразу же первый вопрос относительно того, как вы встретили Бога в своей жизни, что принесла с собой эта встреча в ваше сердце, в вашу жизнь, и как это повлияло на всё остальное. Для начала хотел бы поблагодарить за приглашение. Я очень рад быть здесь и обращаться ко всем нашим зрителям. Я отдал своё сердце Богу, когда мне не было ещё пяти лет. Я вырос в христианской семье, был окружён Божьим присутствием, был окружён Евангелием с момента моего рождения. Мои родители посвятили меня Господу. Ещё до моего рождения Бог открывал им, что Он будет делать через мою жизнь. Дух Святой начал влечь меня к себе в очень раннем возрасте. Я помню, мне было всего четыре года, и я ощутил обличение Святого Духа, почувствовал свою нужду во Спасителе. Я посвятил свою жизнь Иисусу. Что меня тогда потрясло, это то, что, когда я пригласил Иисуса войти в моё сердце, Он не задавал мне никаких вопросов. Он просто вошёл в сердце. И это подтвердило в моём сердце, что такому Богу я хочу служить. Богу, который слушает даже сердце ребёнка. Бог, которому мы служим, любит веру, как у ребёнка. Итак, в возрасте четырёх лет я отдал своё сердце Иисусу. Иисус вошёл и начал свою работу в моей жизни. Он начал менять мой характер. Уже в четыре года я понимал, что мой характер склоняется к греху. Вот как я это заметил. Однажды я забыл в школе свои карандаши. Точнее, я пришёл в школу, а карандаши забыл дома. Мой учитель дала мне свой карандаш и сказала, чтобы после уроков я вернул ей карандаш. Я помню, я посмотрел на её карандаш, и он мне так понравился. Я подумал, я заберу его себе. И тогда Господь обличил меня, показал, что моё сердце склоняется ко греху. Для кого-то это не такой уж и грех, но мне это показало, что я нуждаюсь в Испасителе. Получив обличение от Духа Святого, я пригласил Иисуса в свою жизнь. Бог пришёл в мою жизнь, и уже через несколько месяцев я получил крещение Святым Духом. Это было в пять лет? В пять лет. Бог крестил меня Духом Святым, когда я стоял под душем. Я принимал душ и сказал Богу, я слышал о крещении Святым Духом. Я не знаю точно, что это. Господь, но я хочу, чтобы ты крестил меня. Огонь Божий вдруг сошёл на мою голову и начал течь по всему телу. Стало очень жарко, хотя я стоял под холодным душем. Вдруг этот огонь дошёл до моих ног, я ощутил, как мои ноги горят, и я заговорил на языке, которого не знал. Я побежал в спальню и спрятался под кровать. Я не хотел, чтобы об этом узнали родители. Это было так странно. С того дня Бог начал открывать мне предназначение, какое Он имеет на мою жизнь. И, в принципе, с того момента я начал проповедовать Евангелие. Моя бабушка была пастором церкви. Однажды мы делали уборку в церкви. Мне это нравилось. Ты можешь быть в присутствии Божьем, когда в церкви ни души. Она ушла в склад, в помещение рядом с церковью. Я встал за кафедру и начал проповедовать. Потом я понял, что она не собирается возвращаться. Я решил завершить богослужение. Когда я это сделал, она вышла из-за угла и говорит, «Джошуа, это было прекрасно. Я испугался. Я не хотел, чтобы кто-то подумал, что я делал это для того, чтобы угодить моей семье, порадовать родителей. Но моя бабушка сказала, «Господь имеет призвание на твою жизнь. Ты будешь проповедовать Евангелие». Кстати, ты проповедуешь завтра. И это была суббота. Сколько тебе было тогда? Мне было пять. Все еще пять? Да, прошло пару месяцев после крещения Духом Святым. На следующий день я проповедовал в церкви. Моя бабушка созвала всех наших родных. Была такая семейная сходка. Я был в шоке. Мне было страшно. Мне так не хотелось, чтобы кто-то подумал, что я делаю это, чтобы угодить родителям, просто чтобы выделиться. Я был искренен. Это было движение Духа в моей жизни. Я проснулся в то утро и подумал, «Нет, я не могу». Я говорил с Господом и попросил Его, «Дай мне твою силу, и тогда я сделаю все, к чему ты меня призываешь». Я встал на стул, чтобы меня было видно из-за кафедры. Помазание Духа Святого вдруг сошло на меня, и я проповедовал в первый раз. Я тогда еще не умел читать. Мои двоюродные зачитывали местописания. Мои родители с раннего детства включали в моей комнате аудиобиблию на всю ночь. Тогда еще были кассеты. Мама вставала ночью и переворачивала кассету. Я слышал Слово всю ночь, поэтому оно было сокрыто в моем сердце. Я подсознательно выучил много местописания. Слово уже было в моем сердце. Я проповедовал от всего сердца. В тот день спаслись члены моей семьи. Люди получали исцеление. Я помню, когда мы сделали призыв к алтарю, люди вышли вперед, а я был так мал, что доставал им только до живота. Но я возложил на них руки, и сила Божия начала течь. Так начался мой путь служения, которому призвал меня Господь. На самом деле, все дело в том, чтобы покориться Ему. Дело не в том, что я особенный. Люди иногда думают, что я какой-то особенный. Библия говорит «много званых, но мало избранных». Я верю, что причина того, что мало избранных, состоит в том, что многие призваны, но мало кто отвечает на Божий призыв. Да, ты прав. Причина здесь не в Боге и Его решения. Человек должен ответить на этот призыв. Ответ за человеком. Бог поведет тебя туда, куда ты даже не ожидал. Он дарует тебе силу и помазание для того, чтобы ты совершил то, к чему Он призывал тебя. Да, это удивительно. Скажи, сейчас тебе приходится сталкиваться с искушениями? Вероятно, они уже посерьезнее, чем то, что ты рассказывал, ты испытывал в начальной школе. Стало ли тебе легче справляться с искушениями и ходить с Богом? Что требуется с твоей стороны сейчас? Как ты видишь? Как Господь помогает тебе? В этом мире есть столько всего, что может нас отвлечь. Это касается каждого верующего. Как верующему человеку справиться и преодолеть искушение, все то, что может сбить его с Божьего пути. Лично для меня ключом является Божья поддержка и сила. Это то, на что я всегда могу положиться. Мы должны полагаться на Его благодать. Потому что Дух Святой сохранит тебя, если ты хранишь себя в Нем. Если ты близок к Нему, Он будет близок к тебе. Поэтому все дело в том, чтобы мы ходили в Его благодати. Порой нам приходится принимать тяжелые решения. Но мы все равно должны следовать Его руководству, даже если нам больно. Даже если приходится выходить из зоны нашего комфорта. Но Он за это нас вознаградит. Бог, видя тайное, воздаст тебе явно. Потому что ты сделал это для Него. Я видел это в моей жизни. И я верю, что каждый человек может увидеть это и в своей жизни. Нет ограничений для того, кто истинно верит. Спасибо за твой ответ. А сейчас я хочу спросить тебя о твоей семье. Я бы хотела, чтобы ты рассказал нам, как ты встретил свою жену, как ты понял, что именно она та единственная, предназначенная Господом для тебя. Может быть, она поделилась с тобой, как она поняла, что ты тот самый для нее. А также поделись со всеми нами ключом успешного брака, успешной семьи. Мы с моей женой встретились в молодежном лагере. Мне было 17, а ей 15. Я приехал в лагерь, чтобы служить словом. Мы пережили сильное пробуждение. Была сила Божия, присутствие Иисуса. Однажды я стоял у костра и увидел ее. Я подумал, какая красивая девушка, и к тому же любит Иисуса. Я подошел и заговорил с ней. Мой родной язык испанский. Я родился в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Раньше это была испанская территория. Сейчас это территория Америки. Она из Мексики. То есть мы оба говорили по-испански. Мы начали общаться. Так мы познакомились. И очень скоро Бог повернул все в таком направлении. Я начал церковь, когда мне было 18. Ее семья была одними из первых членов этой церкви. Много лет я просто был ее пастором. Мы были друзьями. У нас не было близких отношений. Будучи молодым служителем, я окружил себя очень сильными наставниками. Людьми, которые уже много лет несут служение и могут говорить в мою жизнь. Для меня огромное значение имело то, чтобы я мог ходить в мудрости в том, что касается отношений. Я хотел принять правильное решение для моего брака и, в принципе, для каждой сферы. Мы хотим иметь успех, а для этого нам просто необходимо иметь мудрость. Я молился о женихбе, постился и искал лица Господа. Это длилось где-то шесть месяцев. И на одном из молитвенных служений Бог ясно показал мне ее. Она стояла и молилась. Я вел молитвенное служение, и Бог показал мне. Она твоя жена. Я понял все очень отчетливо. Не было грома и молнии, но была уверенность в сердце. Она мой партнер и моя судьба. Я продолжал искать Господа, и когда утвердился в этом решении, я пришел к ее родителям и спросил их, могу ли я жениться на вашей дочери. До того, как ты поговорил с ней? До разговора с ней. Она ни о чем не догадывалась. Я все еще ее пастор, но мне было важно сделать все в правильном порядке. Когда я пришел к ее родителям и спросил разрешения жениться на их дочери, они сказали, решение только за ней. Мы совсем не против. Но тебе нужно спросить ее. Я придумал какую-то причину, чтобы мы встретились с ней. Она была в лидерском составе церкви. Это было наше первое свидание. И она даже не знала, что это вообще-то свидание. Я сказал ей, я люблю тебя. Бог положил мне на сердце такую мысль. В твоей жизни это было первое свидание? Нет, это был первый раз, когда мы с ней были на свидании. Для нас это точно был первый раз. Я спросил ее, ты выйдешь за меня? Конечно же, для нее это был шок. Я долго молился, постился и искал Господа. Ты долго размышлял. Я готовился очень долгое время. Я успел купить дом, успел купить кольцо. Вот это да. Да, я все подготовил. Подготовил все по полной. Я как-то не подумал, каково ей будет услышать такие слова. Она была в шоке. Я помню, мы сидели в ресторане, и когда я ей все это сказал, кто спросил, что ты думаешь об этом? Она ответила, мне это интересно. Я подумал, интересно, что она имеет в виду. Я классный парень. Столько девушек хотели бы выйти за меня. И это то, что мне в ней нравится. Она не идет на поводу у эмоций. Моя жена очень твердо стоит в господи. Ею движут не эмоции, а ею движет Дух Святой. Это то, чего мы хотим в нашем браке. Чтобы оба партнера были движимы Духом Святым. Далее произошло вот что. Она пошла в уборную. Честно сказать, она была ошеломлена и направилась в уборную, чтобы поразмышлять. Ей было всего 19. В тот момент ей было еще 18. Итак, она убежала в уборную. Я помню, я сидел и думал, мне это интересно. Что бы это значило? Идея неплохая. Я вбил в поиск Гугла, что означает, когда девушка говорит, мне это интересно. Ответы в сети могут быть самыми разными. К примеру, мы печатаем, у меня болит голова. Ответ может быть, тебе не хватает воды в организме. Или, возможно, это признак смертельной болезни. Что-то подобное было и с моим вопросом. Среди ответов в Гугле были такие «ты нравишься», «она тебя ненавидит». Самые разные версии и предположения были там. Полностью противоположное значение. Я подумал, что-то это не помогает. Потом, наконец, она вернулась. Мы начали разговаривать. Она сказала, я определенно заинтересована в твоем предложении. Но я не хочу принимать поспешные решения. Я хочу, чтобы мы с тобой начали встречаться, и мы посмотрим, к чему Господь нас приведет. Мы встречались год. Потом была помолвка. И где-то через полгода после помолвки мы поженились. Всего с того момента до свадьбы прошло полтора года. Господь сильно благословил наши отношения. То, что мы ждали перед тем, как пожениться, очень сильно нам послужило. Мы видим в своем браке, в своей семье благословение Господа. У нас сейчас три мальчика. Все они горят для Иисуса. Это маленькие огненные комочки. Они любят Господа и проповедуют Евангелие, где бы они ни оказались. Так потрясающе видеть благословение во многих поколениях. Оно приходит, когда мы почитаем Господа в наших отношениях, когда мы ждем до свадьбы и когда женимся на правильном человеке. А что она хотела увидеть в тебе в то время, когда вы готовились вступить в брак, готовились создать семью в Господе? Думаю, она хотела убедиться, что приняла верное решение. Мне очень нравится в ней то, что она не относится к людям, принимающим поспешные решения. Она скорее человек, я бы сказал… Глубокий. Да, глубокий, мудрый. Она имеет близкие отношения с Богом. В особенности, если ты служитель. А служение включает много стрессовых ситуаций. Ты наверняка это знаешь. Тебе необходимо, чтобы рядом был правильный человек. Когда в твоей жизни сильное Божие призвание, ты сталкиваешься с давлением, пойти на поводу у чувств, и это очень легко. Ты должен твердо стоять в Иисусе. Поэтому, я думаю, ей нужно было это время, чтобы убедиться, что это действительно правильное решение, что я ее человек. Я, в свою очередь, со всем этим разобрался еще до этого свидания. Я пришел на него более подготовленным, но в итоге Господь соединил нас на глубоком уровне. Период, когда мы встречались, был очень важным. Мы узнавали друг друга на духовном уровне. Мой дух общался с ее духом. Но вы говорили и о бытовых вещах, правильно? Обсуждали то, как она видит финансовую сферу, здоровье, спорт, питание, секс и так далее. Все сферы вашей жизни. Расскажите, как это было? Об этом вы тоже говорили. Мы говорили обо всем откровенном. У нас были наставники. Несмотря на то, что я был старшим пастором, мы были в подчинении у пасторов, стоящих над нами. У нас были консультанты. Они общались с нами на этой теме, указывали нам, что еще нам нужно обговорить. Мы реально хотели все сделать так, чтобы с нами было Божие благословение. Мы нуждались в покрове от Бога. Мы также полностью позволили нашим родителям говорить в нашу жизнь, давать советы. Это незаконничество и нерелигиозность. Мы хотели иметь Божью защиту, Его покров над нашим браком. В наше время мы видим столько страдающих браков. Люди не исполняют свое призвание. Столько разбитых браков и разбитых отношений. Поэтому мы, в свою очередь, хотели делать все, что от нас зависит, чтобы быть под Божьим покровом и благословением. Мы начали наши отношения в Духе Божьем. Мы не предавались ничему плотскому. Я имею в виду не только телесную, но и душевную часть. Это было общение на уровне только Духа. Мы вместе молились, читали Слово. Мы вместе ходили в церковь и пребывали в божественном помазании. Затем прошло время, и уже после нашей помолвки началась душевная часть. Мы вошли в завет, мы пообещали друг другу, что поженимся. Это служило для нас Божьим покровом. И мы смогли пойти на более глубокий эмоциональный уровень. Мы начали делиться друг с другом тем, какие раны мы пережили, в каких аспектах у нас возникает неуверенность в себе. Мы говорили об этом уже под защитой обещания, которые дали друг другу. Разумеется, когда мы поженились, пришло время и целесные близости, так, как и полагается. Дух, душа и уж только потом тело. Так показал нам Господь. И мы исполняли это свято. Именно в таком порядке нужно строить отношения. Так я говорю молодежи. Здорово. У вас в семье есть какие-то особые традиции? Скажем, молитва с детьми? Или когда ты вернулся из поездки, соскучился по своей жене, по семье? Что вы делаете, чем занимаетесь? Какие ваши семейные традиции, особенно дороги и ценны для вас? Нам нравится садиться и вместе с детьми рассуждать над словом. Каждый вечер пятницы начинается шаббат. И мы собираемся вместе с детьми. Мы благословляем своих детей, молимся над ними. То есть вы соблюдаете шаббат. Да, мы собираемся с детьми, благословляем детей и просим их тоже возлагать на нас руки и благословлять нас, родителей. Мы увидели, что этот обмен принес в нашу семью атмосферу смирения. Мы несовершенные родители, и нам нужна молитва наших детей. Это интересно. Маленькие дети возлагают руки и молятся. Да, иногда они молятся за нас и сходит сильное помазание. Наш дом наполняется Господом. И, пожалуй, центральное событие этой недели для меня в нашей семье — это когда мои дети принимают с нами причастие. Они проводят причастие, именно они, а не мы. Они говорят, папа, нам нужно тело Иисуса. Мы должны есть плоть Иисуса. Они не используют термин «причастие». Они всегда говорят «тело и кровь Иисуса». Они просят нас принести хлеб и вино. Мы приносим, и мы вместе принимаем причастие. Это так чудесно. Я верю, что Господь желает, чтобы именно так все и происходило. Церковь начинается с твоего дома. Твоя христианская жизнь начинается с твоего дома. И дело не в ритуалах и традициях. Это стиль жизни. Наша семья должна осознавать, что Бог вместе с нами. С нами Он, и мы хотим служить Ему вместе. Отлично. Спасибо. И мой третий вопрос сегодня касается предназначения и цели в жизни. Как ты понял свое предназначение? Случилось это еще тогда, в пять лет, когда ты был крещен Духом Святым? Или же ты осознавал это постепенно? Возможно, в детстве у тебя было одно понимание, а когда ты подрос, твое понимание призвания изменилось, и тем более, когда ты стал уже взрослым человеком. Итак, это мой третий вопрос к тебе сегодня. Людям важно знать, как определить свою цель в жизни, и важно понимать, к чему призывает Господь. Порой нам, верующим людям, кажется, что Бог сразу же откроет нам все двери, и мы сможем увидеть абсолютно все. Но в моем понимании, и так было в моей жизни, когда Бог открывает нам первую дверь, мы входим и успешно справляемся с поставленной задачей. Бог закрывает за нами эту дверь и открывает вторую. Да, иногда Он дает нам увидеть проблески того, что ожидает нас в будущем. Но Он не показывает нам всю картину, потому что Он хочет, чтобы мы ходили верой, а не видением. Он хочет, чтобы мы верили в истинность Его Слова. Мы входим в одни двери, потом Он открывает следующие, и затем следующие, и так далее. Когда мы покоряемся Духу Святому и ходим в унисон с Господом. Думаю, именно так все происходило в моей жизни. Бог выстраивал мою духовную жизнь по кирпичикам с раннего детства. Я впитывал то, чему учили проповедники, приезжавшие в наш город. Я рос окруженный великими мужами Божьими. Если бы я стал называть имена, вы бы многих узнали. Они приезжали в город, и я всегда ожидал, чтобы они подошли ко мне и начали пророчествовать. Так и происходило. Я знал, что у Бога есть призвание на мою жизнь. Но я пытался бороться со страхом. Ребенком я был очень застенчивым. Из-за этого у меня было много страхов и неуверенности. Я понимал всю ответственность большого призвания. Многих людей призвание просто пугает. Но Бог сказал мне, я твоя сила. Я призвал тебя. Это не ты сам себя помазал. Это я тебя помазал. Не ты себя призвал. Это я призвал тебя. Как Бог сказал Иеремии. Не говори, что ты слишком молод. Ты будешь говорить тем, кому я пошлю тебя. Но в процессе Бог показывал мне мою часть во всем этом. Я должен быть смелым, должен ходить с верой и не беспокоиться о том, что обо мне подумают люди. Единственное, что меня должно заботить, это что подумает Бог. Господь учил меня страху Господню. Это очень важная тема в Писании. Страх Божий крайне важен для верующих, потому что он изгоняет весь наш страх. Невозможно одновременно бояться Бога и бояться людей. Поэтому страх Господень изгоняет все остальные виды страха. Пока я рос, Бог крестил меня страхом Господнем. Я проходил разные уровни, учаясь доверять Ему и Его Слову. Я проходил этапы, когда я говорил. Господь, я не понимаю. Я не думаю, что у меня получится. Я еще слишком молод, и люди считают, что у меня мало жизненного опыта. Но я верю Твоему Слову. Я буду почитать Тебя своей жизнью, и я буду делать то, что Ты мне скажешь. И Бог обязательно почтит наше послушное сердце. Итак, насколько сразу я осознал свое призвание? Вернемся к вашему вопросу. Будучи ребенком, я знал, что на мне сильное, особое призвание. Но в процессе возрастания Бог показывал мне особые детали моего призвания. В этих деталях так много драгоценного. Ты смотришь на единую панорамную картинку, и она прекрасна. Но когда ты начинаешь рассматривать детали этой картины, все еще чудесней. Ты говоришь, что видел всю панораму, полную картину своего призвания. Эта картина открылась тебе где-то в подростковом возрасте? Или раньше, или позже? Я был еще ребенком. Бог показал мне картину предназначения всей моей жизни. А в чем заключается твое призвание? Какие у тебя дары и призвания? Когда мне было девять, я был в своеобразном рве в моей жизни. Я сидел и слушал проповедника. Он говорил о том, как Господь спас его. Это его свидетельство было потрясающим. Бог спас его от смерти, освободил от наркотиков. Я сидел в этом зале, слушал его историю и думал, а у меня нет своей истории. Враг начал подкидывать мысли в мою голову. Я подумал, может, мне покончить с собой? Попытаться. Бог спасет меня, и у меня будет своя история. А может, мне начать употреблять наркотики, чтобы Бог освободил меня, и у меня была история. Понятно, что я не хотел все это делать, но враг работал в моем разуме и подкидывал мысли стыда и вины. Он пытался загасить Божие призвание. Я помню, я тогда обратился к Господу и сказал, «Господь, покажи мне, что Ты запланировал на мою жизнь». Внезапно все исчезло, исчез проповедник, и все сидящие в церкви, остались только я и Бог, и Господь начал говорить со мною. Он сказал, «Джошуа, тебе не нужна история. Ты и есть моя история». Я помню, как эти слова проникли в мое сердце. Мое мировоззрение начало меняться. Я начал понимать, что мне нужно жить так, чтобы моя жизнь была историей для Него. Я никоим образом не хочу принизить значимость истории жизни. Но если вы верующий всю жизнь, и вы говорите, «Я так тебя понимаю», у тебя тоже нет своей истории. Я хочу уверить вас, дорогие зрители, что Божья сила и поддержка, которая уберегла вас от падения, от того, чтобы уйти в этот мир и ходить во грехе, не исполняя своего призвания. Это и есть ваша история, и она драгоценна для Господа. Спасибо большое, Джош, за вот это маленькое прикосновение к жизни, которое он делится с нами. И если у вас есть вопросы, если у вас есть пожелания, пожалуйста, присылайте к нам в студию. Мы можем переадресовать их к Джошу. Вы можете увидеть эту программу, как на сайте телеканала, после того, как она выйдет в эфир. Можно увидеть ее в соцсетях. Поэтому набирайте в поисковике «Джошуа Альварес». «Три сложных вопроса» или «Сверхъестественная жизнь», «Жизнь призваний». Приглашаю вас присоединяться к жизни с Богом. Субтитры подогнал «Симон»